Не так много времени осталось до начального голосования жителей России за те или иные проекты благоустройства в их регионах. Республиканская столица, скорее всего, предложит горожанам на рассмотрение новый облик территории вокруг Малого пруда в парке Зелёный остров. О прошлом и возможном будущем популярного места в Черкесске в сюжете корреспондента Артура Мкцы. В былые времена эта территория Зелёного острова пользовалась огромной популярностью у жителей и гостей города Черкеска. Люди приходили сюда целыми семьями, чтобы на природе с пользой для души и тела провести свободное время. Но спустя годы этот участок вблизи Малого пруда оказался неухоженным и опасным для посетителей. В нашем случае даже не приходится сгущать краски. Убедиться в правдивости слов можно на собственном опыте. Достаточно воспользоваться единственным спуском в парк со стороны улицы Розы Люксембург. Велика вероятность повредить на ступенях ноги или набить шишек о ствол упавшего дерева. Что уж говорить о тех, кому даже ровная дорога может преподнести неприятные сюрпризы. Татьяне, лежащие на земле небольшие помехи, служат ориентиром. И всё же куда лучше, если бы весь путь на Зелёный остров оставался беспроблемным. Для слабовидящих людей другой спуск в парк со стороны улицы Комсомольской очень далёк. Шаг другой, осязание знакомых камней, перил, а дальше ощущение пропасти под ногами. Вот здесь вот перилка получается. Вот мы его тростью нащупываем и уже можно за него рукой схватиться. И вот так по перилам, по ступенькам. Но ведь сами ступени неудобные. Очень неудобные. Они разбитые, очень кривые. Вопрос об устройстве этой территории неоднократно поднимался на самых разных информационных площадках. Ещё в бытность работы портала «Активный горожанин» люди обращались в различные инстанции с просьбой благоустроить спуск. Региональный народный фронт по многочисленным просьбам жителей, в том числе представителей Всероссийского общества слепых, вновь напомнил о необходимости решения вопроса. Мы можем с вами вспомнить, когда мы отмечали прекрасный юбилей нашей Карачаева-Черкесии. Естественно, массовые мероприятия проходили опять-таки на Зелёном острове. И люди, дабы не стоять в пробке людской на основном выходе, многие пошли именно через этот фуд. Освещения нет, кто-то подвернул ногу, кто-то что-то этот сам. Просто люди друг друга поддерживали для того, чтобы травм не было на этом пути. Сейчас есть возможность решить это не только силами мэрии и местного бюджета муниципального, но привлечь федеральную субсидию в размере более 100 миллионов рублей и благоустроить не только лестницу, но и территорию вокруг Малого пруда. Она очень востребована, как мы видим, большое количество мероприятий здесь проходит. Вот этот инструмент, который у нас сейчас есть, это конкурс Минстроя, это хорошая возможность исправить сложившуюся ситуацию. Поэтому я всех призываю активно участвовать. В соцсетях мэрии есть объявления об этом конкурсе, посты, подписываться и участвовать в мероприятиях и активностях, которые здесь проходят в рамках подготовки заявки. Окончательное решение о благоустройстве зависит от того, насколько сами горожане заинтересованы в преображении этой территории. Если люди окажутся инертными, значит их в нынешнем виде всё устраивает. И опасные даже для здорового человека ступени, и свисающие на уровне головы ветки, и валяющиеся в траве, плавающие в водоёмах мусор. Изменить ситуацию в лучшую сторону помогут только активная гражданская позиция и желание сберечь этот оазис в черте города.